В Москве граждане Таджикистана оказались приговорены к 81,5 году лишения свободы на пятерых. Московский окружной военный суд 15 июня приговорил к срокам от 15 до 18 лет лишения свободы пятерых граждан Таджикистана за участие в деятельности исламской партии Хизбут Тахрир. Радио Бизнес ФМ сообщает, что все подсудимые не отрицали свое членство в Хизбут Тахрир, однако не были согласны с тем, что совершили что-то противозаконное. Они настаивали на том, что несмотря на решение Верховного суда России, который еще в 2003 году признал вышеназванную организацию террористической, Хизбут Тахрир такой не являлась. На заключительное заседание в военный суд приехали около десятка родственников подсудимых, а также эксперт правозащитного центра Мемориал Бахром Хомроев. Все они оказались не согласны с решением суда, а защитники заявили, что не согласны с приговором суда, который считают незаконным, чрезмерно суровым и политизированным. За всю историю существования организации ее участники не совершили ни одного теракта. Они не пропагандировали их, а напротив, отрицали терроризм и насилие, отговаривали верующих ехать воевать в Сирию. Предлагаемые этой организацией методы политической работы относятся к мирным способам, озвучил Бизнес.ФМ позицию подсудимых адвокат Тимофей Широков, защищавший 26-летнего Алишера Хусенова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА